В Каспийском море Все флаги в гости будут к нам. Возможно, такой фразой встретил бы Петр Великий за морские корабли. Но азербайджанские и казахстанские моряки приехали не просто гостить, а играть. А вот и прибытие азербайджанской команды. В порт они входят на двух патрульно-сторожевых катерах. На берегу города Каспийска их встречают хлебом с солью. – Здорово, здорово, молодцы! – Очень приятно! – Большое желание! – Добрый день! – Рады приветствовать вас на территории республики Дагестан в городе Каспийск. – Время очень хорошо, добрались тоже очень хорошо. Во время похода не было никаких проблем. Иностранный экипаж очень хороший. Все наши военно-морские силы, включая министр, нашего командующего, ждут от нас только победы. Мы пришли сюда победить, сели победить, так скажем. Сегодня, наконец-то, все участники международного конкурса «Кубок Каспия-2015» в полном составе собрались на территории принимающей стороны российского военно-морского флота в городе Каспийск, республики Дагестан. Первыми у нас прибыла команда республики Казахстан в составе двух кораблей – «Сары Арка» и «Арал». Видите вы их все на заднем фоне. И сегодня мы встретили наших участников из республики Азербайджан. Участвовать в международных армейских играх «Кубок Каспия-2015» не просто престижно. Победитель получит новый прогулочный катер. Состязания начнутся 3 августа и продлятся до 15-го. А пока участники осматривают спортивный полигон. А посмотреть есть на что. Конкурс будет проходить на площади в 170 морских миль. Кроме кораблей мы еще самолетом перебросили сюда подразделение морской пехоты, которая также примет участие в другом соревновании. Сейчас идет подготовка, как уже в принципе Виктор Николаевич все сказал. Мы получили необходимый структаж, необходимые документы. В районе учения экипаж ракетного корабля «Дагестан» показал иностранным коллегам маршрут следования. Отработал элементы маневрирования. Выполнил стрельбы зенитно-артиллерийским комплексом «Палаш» по воздушным и морским целям. А также крупнокалибренным пулеметом типа «Утес» по цели, имитирующий морскую мину. Пусть победит сильнейший. Ну а мы пожелаем Каспийской флотилии удачи. И пусть прогулочный катер останется в России. Сергей Рожко при поддержке пресс-службы Каспийской флотилии. Продолжение следует...